Экопарк Качкарский Мар является центром притяжения лыжников. Здесь проходят постоянно городские соревнования, катаются спортсмены и любители. Спортсмены-активисты хотят обратить внимание чиновников на то, чтобы здесь построили лыжероллерную трассу, чтобы тренироваться летом, и дополнительные раздевалки. Экопарк Качкарский Мар находится в черте города. Многие жители приезжают сюда покататься на лыжах или на тюбингах. Виталий Ильин, мастер спорта, член сборной России среди ветеранов, не изменяет любимому месту и постоянно участвует в городских соревнованиях на Качкарке. На лыжах катается не только для поддержания физической формы, но и чтобы встретиться с друзьями. Он отмечает, что лыжная трасса в парке стала намного лучше, когда появился ратрак для укатывания снега. По словам Виталия, спортсменам нужна лыжероллерная трасса, чтобы готовиться к соревнованиям летом и приносить области первые места. Трасса очень нужна, особенно лыжероллерная для летней подготовки, чтобы мы не ездили по другим городам и не тратили деньги, а именно здесь своих детей тренировали. А наши чиновники к этому не прикладывают никаких усилий, особенно министерство спорта плюет на все на это. Им выгоднее строить фоки, которые платные, а лыжный спорт у нас бесплатный. Дети не платят за посещение секций. Это очень большой плюс. У меня есть друзья с Бузулу, как у ВНДК, Тюльгана, довольно много. И вот в некоторых есть именно роллерная трасса. Они очень сильные. То есть есть соперники, они более натренированы с роллерной трассой, быстрее бегают. Сложно очень их выиграть из-за того, что нет такой нагрузки, как у них. Ветераны спорта отмечают, что Качкарка в основном существует за счет школы Олимпийского резерва, собственных средств самих спортсменов, помощи родителей и спонсорской поддержки. Но вход на Качкарку остается бесплатным, в отличие от других лыжных парков. Благодаря бывшему спортсмену здесь появилась судейская и теплая раздевалка. Но она очень маленькая. Детям, приезжающим на соревнования из других районов, часто приходится переодеваться прямо в автобусах. По мнению призера соревнований по лыжероллерам Александра Гусева, Оренбургская область остается единственным регионом, где нет лыжероллерной трассы. Его возмущает, что в очередной раз депутаты выделили деньги на парк «Березка», а Качкарка осталась в стороне. Ну вот смотрите, в Степном, там сколько народу ходит? Да нисколько. А здесь систематически проводится перенство города, перенство России, перенство Оренбургской области. То есть вот соревнования такого серьезного масштаба. По моей информации, тут примерно в пределах 80-100 миллионов достаточно, чтобы создать такую современную базу. Хочу отметить, что сам Качкарский марр – это уникальный по своему рельефу. Тут есть и пересеченные местности, и подъемы плавные, и спуски. В этом году в Олимпиаде наибольшее количество медалей Россия завоевала именно в лыжных гонках. Четыре золота, четыре серебра и три бронзы. Ветераны спорта рассказали, что прошлым летом Качкарку посещал лидер нынешней Олимпийской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов. Его жена Анна тоже спортсменка, родом из Оренбургской области. Но потренироваться так и не получилось, потому что летом там нет благоприятных возможностей. Если будут созданы все условия, возможно, на Олимпиаде среди победителей окажутся и оренбургские спортсмены. Отметим, ранее губернатор Денис Паслер во время прямой линии заявлял, что специальная трасса в эко-парке Качкарский марр появится не раньше 2023 года. Но о выделении денег пока ничего не известно.